Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня мы разберем басовый рифф из песни Чижа, мне не хватает свободы. Идею разобрать данный рифф мне дал один из моих подписчиков, за что ему огромное спасибо. Ну, теперь давайте приступим к разбору. Здесь все происходит в тональности ре минор. И, по сути, на этом риффе и строится вся песня. У нас такой классный басовый рифф в стиле, я не знаю, фанк-рок какой-то. Я, кстати, не знал до этого эту песню, этот рифф очень интересный, мне понравился, я послушал песню. Поэтому обязательно, друзья, тоже послушайте эту песню, если вы ее еще не знаете. Очень классная песня. Здесь все происходит в тональности ре минор. И начинается у нас с ноты ре. Используются, по сути, два приема, да. Рифф слэповый, как вы уже поняли. По сути, это у нас удар большим пальцем и подцеп. То есть, два вот этих приема. И иногда играются мертвые ноты, иногда живые, да. Начинается с ноты ре. Смотрите, играем мы ее большим пальцем, ударяем. И далее как раз идет вот это вот чередование большого пальца и указательного, то есть слэпа и подцепа. По сути, да, у нас здесь все происходит в шестнадцатых, пульсация шестнадцатыми. И вот это вот чередование, это и есть у нас шестнадцатые доли, смотрите. То есть, просто для начала советую вам проделать такое упражнение. Просто поиграть удар, подцеп, ну, в темпе приемлемом. Темп здесь, кстати, оригинальный около ста двадцати пяти. Это достаточно быстро для шестнадцатых. Ну, просто поделайте, да. Постарайтесь как можно быстрее. Это основа. Без этого никуда. И, собственно, сам риф, да. Что здесь? Мы ударяем большим пальцем, потом ударяем по этой же ноте, по этой же струне, но как бы мертвая нота, то есть приглушаем. И далее. Опять удар, мертвая нота, подцеп, мертвая нота, удар большим пальцем, опять подцеп. И потом опять удар уже по этой же струне, но уже нота, скажем так, живая. То есть, по сути, вот это основа, основной риф, основной ритмический рисунок. Сейчас сыграю его очень медленно. Видите? Все. По сути, да, это все. Но за счет того, что темп быстрый, звучит очень классно. Ну, едем дальше. Здесь, по сути, используются у нас три ноты. Это ре, ля и си бемоль. Ну, потом возвращается опять на ля, то есть та же самая нота. Смотрите, как дальше развивается. То есть, перешли на ля. Я использую ля вот здесь, пятый лад четвертой струны. Можно играть ля открытую на третьей струне. Здесь уже как вам удобнее. Но я предпочитаю закрытую, ее проще глушить. Там с закрытыми струн проблем меньше, с открытыми их чуть больше. Вот смотрите. То есть, играем ноту ля, она у нас короткая, как бы, и пауза. И далее опять по ноте ля и переходим на си бемоль. И от си бемоля играем точно такой же первоначальный вот этот вот ритмический рисунок, который был у нас от ноты ре. Смотрите, сейчас сыграю вместе это. Да. То же самое. И потом опять переходим на ля. И от ля теперь играем такую же фигуру. Смотрите. Вот он и весь риф, по сути. То есть, по сути, вам нужно выучить вот эту основную ритмическую фигуру. И довести ее до максимально быстрого темпа. И все, друзья. То есть, вот он весь риф. Не очень сложный, но звучит очень здорово. Давайте я его сыграю сейчас от начала до конца медленно. Вот такой вот риф получился. Там еще есть небольшой кусочек в конце, в коде. Там такой, ну, можно сказать, басовый фил играется очень интересно. Сейчас я его тоже разберу. Смотрите, как он играется. Вот такой вот басовый фил. Ну, я так услышал. По-моему, так он и играется тут. Других вариантов особо немного. Смотрите, начинается все так же. Уже знакомый на риф. Только здесь все-таки через открытую уже удобнее будет сыграть. Опять ля. Опять на си бемоль приходим. И вот здесь играется такой вот фил. Смотрите. Ну, фил это, можно сказать, заполнение, какое-то развитие, разнообразие. То есть, такой вот элемент. Открытая. Хаммер на закрытую. Потом опять удар по этой же ноте. И подцеп. В быстром темпе звучит очень эффектно. То есть, по сути, вот эти фишки, они очень часто, на самом деле, встречаются. У меня, по-моему, есть видео, где я разбирал слэповые фишки. И вот этот прием там тоже был. То есть, смотрите. Удар по открытой. Хаммер. Левой рукой. Опять удар. И подцеп. Вот он прием. И в партии звучит вот так. За счет того, что темп быстрый, звучит очень эффектно. Советую вам просто отдельно поработать над этим приемом. Вот и все. Такой вот риф. Очень интересный. Еще раз огромное спасибо. Ноты, табы найдете в описании к этому видео. Там же будет барабанный трек, под который можно позаниматься. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Конечно же, оставлять комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok